В питомнике у усатых полосатых сон час. Животные сыты и почти не реагируют на посторонние звуки. Некоторые из кошек здесь недавно. У них пока нет даже клички. Как, например, у этого милого пушистого животного с разноцветными глазами. В приюте кошка находится меньше недели. Обратился к нам мальчик маленький, что у них живет в подъезде кошка. Все ее подкармливают. Стало ему очень жалко. Попросил у нас ее забрать. Добрая, ласковая. Она быстро обжилась с соседками. Правда, иногда все-таки приходится показывать характер и шипеть. А эта парочка неразлучна не только с момента проживания их здесь, в вольере. Кошек привезли из одного коллективного сада. Когда-то и хозяин у них был тоже общий. Эти две кошечки к нам приехали из поселка Вересовка. Также обратились неравнодушные люди. Кончился дачный сезон. Они жили в доме. Все, люди уехали с дачи, кошек оставили, выкинули. Вот они долгое время там бродили, замерзали. Волонтеры не знают, достанется ли этим кошкам один хозяин. И будут ли они по-прежнему неразлучны. А эту красавицу с мраморным рыжим окрасом зовут Пандора. Но, несмотря на роковую кличку, кошка очень спокойная и ласковая. Правда, иногда ей так и хочется вырваться из объятий волонтера и побегать вне вольера. Нашли мы ее на Диносе. Ее выкинули там долгое время. Бродила по подвалам, по подъездам. К нам обратились неравнодушные люди. За месяц, пока Пандора в питомнике, она успела подружиться с соседом, который по стечению обстоятельств тоже рыжий. Поскольку кошка долгое время бродяжничала, волонтеры не исключают, что она умеет ловить мышей. Все животные привиты, стерилизованы и уже сейчас готовы к транспортировке в новые дома. Татьяна Уварова, Михаил Пиранков, Служба народных новостей.